До выборов осталось две недели. Тем временем предвыборная агитация набирает обороты. Как не запутаться в различных информационных листовках, которые то и дело расклеивают на стендах, подъездах и раскладывают в почтовые ящики, расскажет наш корреспондент. На пост депутатов муниципального комитета «Славянки» сегодня претендуют более 60 кандидатов. Поэтому неудивительно, что количество агитационных материалов в поселке зашкаливает. Цель предвыборной агитации заключается в том, чтобы побудить избирателей голосованию за или против того или иного кандидата или списка кандидатов. Форму и методы агитации выбирают сами кандидаты. По цвету, цветовая гамма, по содержанию тоже выбирает кандидат. Единственное обязательное условие, что она должна, эта агитация, изготавливаться обязательно в той организации, которая заявилась на данную избирательную кампанию в территориальной избирательной комиссии. То есть не по выбору кандидата, где он захотел, а именно та организация, которая заявилась в территориальную избирательную комиссию, как организация, которая предоставляет услуги по агитации именно кандидатам. Один из самых распространенных методов агитации, который, кстати, преобладает в «Славянке», это информационная листовка. Зачастую кандидаты идут командами, выбирая единый цвет и стиль. Но бывает среди агитационных листовок и плагиаты, которые копируют название и тематику. Так в «Славянке» появились листовки, похожие на листовки одной из групп кандидатов. Между тем, они не зарегистрированы, а это уже образует состав административного правонарушения, статья 5.12 Кодекса Российской Федерации. Кроме того, в «Славянке» наблюдается и определенная война листовок, когда агитационные материалы одного кандидата размещаются поверх, а то и вместо агиток конкурента. Порой люди даже не успевают ознакомиться с кандидатами и прочитать их листовки. Их срывают почти сразу после расклеивания. Между тем, за совершение действий, приводящих к уничтожению либо повреждению информационных или агитационных печатных материалов, предусмотрена административная ответственность. Лицам, совершившим подобные действия, грозит административный штраф. Это уже можно квалифицировать как либо мелкое хулиганство, либо как порча чужого имущества. То есть это уже из области либо административного правоотношения, либо уголовного правоотношения. Неудивительно, что сделать выбор в период агитационной конкуренции достаточно сложно. Здесь главное не торопиться, а подойти к этому вопросу основательно. Ознакомиться со списком кандидатов можно на сайте Хасанского района или на официальной странице Инстаграм Славянского телевидения. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова